В начале 2000-х годов мир был потрясен новостью, которая всколыхнула всю научную общественность. Спутник, о котором никто не слышал, внезапно восстановил связь. Этот объект, предшественник современных исследовательских аппаратов, был запущен на орбиту более 50 лет назад, но затем бесследно пропал с радаров. Он был частью секретного проекта НАСА, о котором лишь шептались в узких кругах. Сложные технологии и высокая степень секретности сделали его существование загадкой для большинства. Спутник, названный Орион, был отправлен в космос в 11-й год тысячелетия, и его основная задача заключалась в исследовании дальних планет и сборе данных о космической радиации. Однако в 11-й день его работы связь с Центром управления была потеряна. Долгие годы считалось, что спутник просто вышел из строя, но все изменилось, когда в 23-м году 2000-х сигнал с Ориона вновь был зарегистрирован. Ученые не могли поверить своим ушам, когда на экранах компьютеров появились данные, которые не должны были приходить с этого объекта. При тщательном анализе был выявлен странный звуковой сигнал, который невозможно было расшифровать с помощью привычных методов. Это было нечто большее, чем просто помехи. Этот необычный звук вызывал трепет. В самом начале звука присутствовал четкий ритм, словно он пытался передать послание. После первых реакций исследователи решили, что Орион в какой-то момент оказался в области, где наблюдались необычные космические явления. Он мог зафиксировать сигналы из глубин космоса, о которых даже не догадывались ученые на Земле. Вскоре НАСА составила команду для восстановления данных, которые были потеряны. Секретные записи, которые хранились в архиве, оказались полны загадок, готовых к раскрытию. Научные сотрудники использовали современные технологии для декодирования полученных сигналов. Они с нетерпением ожидали, что это может означать для будущих космических исследований и самих людей. С каждым обновлением данных становилось ясно, что Орион не просто возвращался к жизни. Он обрел новую сущность, став связующим звеном между прошлым и будущим. Но что за послание он таил? Какие тайны ожидали своих исследователей в темных глубинах космоса? Ответы на эти вопросы скрывались в следующих записях, которые обещали изменить нашу картину мира. Ученые были готовы погрузиться в неизведанные области, где каждый сигнал мог открыть новую главу в истории человечества. С восстановлением связи с Орионом началась напряженная работа над расшифровкой его записей. Внутри архивов НАСА хранились данные, которые долгое время считались утерянными, и теперь эти записи снова обрели жизнь. Ученые ожидали, что им удастся восстановить информацию о миссиях, которые проводились в те далекие годы. Команды, состоящие из специалистов по обработке данных, астрофизиков и радиоинженеров, собрались в лабораториях, полный энтузиазма и надежды. На первых порах им удалось восстановить лишь не большую часть записей. Сигналы, которые приходили с Ориона, представляли собой фрагменты данных, записанных в сложной системе кодирования, требующей уникальных алгоритмов для расшифровки. Основанная на старых технологиях, эта система оказалась настоящим вызовом для современного оборудования. Однако старые специалисты, которые когда-то работали над проектом, вспомнили утраченные методы и вскоре начали извлекать данные, которые могли изменить восприятие человечества о нашем месте во Вселенной. Каждый новый сигнал открывал двери в мир, полный загадок. Восстановленные записи содержали информацию о звездах, планетах и небесных телах, которые находились вне пределов человеческого понимания. Но среди этих научных данных проскальзывали и странные аномалии. Например, существовали участки, где Орион зафиксировал мощные радиосигналы, которые не соответствовали известным источникам. Эти сигналы звучали слишком организованно, слишком структурированно, чтобы их можно было отнести к естественным явлениям. Инженеры решили, что необходимо провести дальнейшие исследования, чтобы понять природу этих аномалий. С каждым днем работа становилась все более напряженной. Команда исследователей обнаружила фрагменты записей, которые, казалось, содержали нечто большее, чем просто научные данные. В некоторых записях присутствовали повторяющиеся паттерны, которые напоминали математические последовательности. Ученые начали строить гипотезы о том, что это могло быть посланием, оставленным неведомыми сущностями. Однако, как можно было понять, кто или что могло отправлять сигналы из бескрайних просторов космоса? Медленно, но верно ученые собирали информацию, создав своего рода мозаичный портрет. С каждой новой деталью становилось все более очевидным, что Орион не просто исследовал космос, но и, возможно, стал свидетелем чего-то невероятного. Восстановление записи обернулось настоящим охотничьим квестом, где каждая подсказка приоткрывала завесу над тайнами Вселенной. Тем временем в кулуарах НАСА разгорелись дискуссии о том, что делать с этими данными. Некоторые члены команды утверждали, что следует держать информацию в секрете, пока не будет окончательно установлена природа сигналов. Другие, напротив, настаивали на том, что мир имеет право знать о том, что происходит в космосе. Эта борьба между желанием сохранить тайну и стремлением к открытости стала еще одним элементом в загадочной истории спутника. С каждым новым фрагментом, который удавалось восстановить, вопросы только множились. Какие тайны ожидали своего открытия? Что за звуки и сообщения могли дойти до Земли из далекого космоса? Перед исследователями стояла задача не только расшифровать данные, но и понять, что именно они пытаются сообщить. Научное сообщество приготовилось к наиболее захватывающей главе в истории человечества, а впереди их ожидала новая порция загадок. То, что начиналось как простая миссия, переросло в нечто гораздо большее — поиски ответов на вопросы, которые могли изменить наши представления о жизни во Вселенной. Сигналы, извлекаемые из темноты космоса, вскоре стали предметом пристального внимания ученых. Каждый новый фрагмент, который удавалось декодировать, напоминал о том, что Орион не просто возвращался с важной информацией, а открывал двери в неизведанные миры. Однажды, после напряженной ночи работы, команда наткнулась на запись, которая потрясла их до глубины души. В ней присутствовал четкий ритм, похожий на пульсацию, словно нечто пыталось установить контакт. Когда исследователи начали анализировать этот сигнал, они заметили повторяющиеся паттерны, которые вели к одной и той же последовательности. Это заставило ученых задуматься о возможности наличия в сигнале информации, предназначенной для них. Вскоре выяснилось, что это не просто шум, а организованный звук, который можно интерпретировать как сообщение. С трудом сдерживая волнение, команда принялась за составление алгоритмов для расшифровки. Сигналы звучали так, словно они были записаны на другом языке, о котором человечество пока не имело представления. Однако, несмотря на все сложности, исследователи не собирались останавливаться. Они начали работать над созданием специальной программы, которая могла бы анализировать полученные данные и выявлять закономерности. Вскоре программисты и математики объединили усилия, чтобы извлечь из звуковой записи все возможные элементы. Процесс расшифровки был ненасытным. Команда работала круглосуточно, с каждым новым днем получая все больше уверенности, что Орион был свидетелем чего-то масштабного. Постепенно они начали получать фрагменты информации о планетах, о которых не было известно ранее. Однако среди научных данных проскальзывали и загадочные сигналы, которые не укладывались в привычные рамки. Они звучали как крики, а затем переходили в нечто похожее на музыку, оставляя исследователей в недоумении. Каждый новый анализ открывал что-то потрясающее. В одной из записей ученые нашли указание на наличие экзопланеты, на которой могли быть условия для существования жизни. Это открытие могло изменить все, что человечество знало о космосе. Но вопрос о природе загадочных сигналов оставался. Более того, в атмосфере возникла напряженность. Формировались всевозможные теории о том, что могло отправить эти сигналы. Некоторые ученые начинали предполагать, что это могли быть попытки общения с инопланетными цивилизациями. Эта гипотеза казалась абсурдной, но с каждым новым сигналом становилось все более реальной. Ученые продолжали искать закономерности и связи в записях, пытаясь построить некую модель, которая могла бы объяснить происходящее. Но чем больше они углублялись в изучение данных, тем больше вопросов возникало. Внутри лаборатории царила атмосфера ожидания, и каждая новая находка вызывала бурные обсуждения. Сигналы из темноты космоса указывали на загадочные миры, которые могли бы стать следующими целями для изучения. Но остальная часть человечества оставалась в неведении. Научные выводы еще не были окончательно оформлены, и тем не менее в кулуарах НАСА разворачивались споры о том, как поступить с полученной информацией. Некоторые настаивали на том, чтобы представить данные общественности, другие же рекомендовали сохранять втайне все, что связано с Орионом и его загадочными сигналами. Вопросы о том, каково место человека в космосе и есть ли жизнь за пределами Земли, становились все более актуальными. Исследователи, уставшие от постоянных разногласий, сосредоточились на своей задаче. Они знали, что каждый новый сигнал может привести к открытию, которое изменит представление человечества о Вселенной. Тем временем Орион продолжал свою миссию, распространяя загадочные эхо, ища то, что давно потерялось в бездне космоса. Каждый новый фрагмент данных подталкивал ученых к тому, чтобы продолжать исследование, даже если это означало погружение в неизвестность. Ответы были ближе, чем когда-либо, и они были готовы к следующему шагу. Спутник Орион стал не просто объектом исследовательского интереса, а центром многочисленных споров и интриг, которые кипели в стенах НАСА. С восстановлением связи с аппаратом мир узнал, что за его долгие годы уединения скрывались тайны, которые могли изменить понимание человечества о космосе. Однако вместе с этим пришла и необходимость разобраться в том, что на самом деле происходит за кулисами государственной космической программы. Неудивительно, что в кулуарах НАСА возникли слухи о скрытых операциях и манипуляциях, о которых не осмеливались говорить вслух. Сигналы, которые приходили с Ориона, содержали не только научные данные, но и что-то более глубокое и загадочное. Некоторые члены команды начали задаваться вопросами, могли ли эти сигналы быть чем-то вроде сообщения от инопланетных цивилизаций. Стремление выяснить правду обострило конкуренцию внутри самой организации, где одни исследователи поднимали вопрос о необходимости прозрачности, а другие настаивали на том, чтобы держать информацию под замком. Подобные споры стремительно разгорали страсти в лабораториях. Вскоре среди сотрудников НАСА начались утечки информации, и в общественном пространстве начали появляться слухи о том, что Орион на самом деле является частью гораздо более масштабной программы, связанной с изучением внеземной жизни. Некоторые из сотрудников, оказавшихся в центре этих интриг, утверждали, что на самом деле данные, которые изначально рассматривались как бесполезные, могли содержать важные указания о том, как взаимодействовать с потенциально разумными существами. Ситуация нарастала, и вскоре в НАСА появился ряд независимых групп, пытавшихся получить доступ к данным Ориона. Они требовали раскрытия информации, аргументируя это тем, что данные могут содержать ключевые элементы для понимания будущего человеческой жизни на других планетах. Между тем, обсуждения о том, как обрабатывать полученные сигналы, стали предметом долгих дебатов. Режим секретности не позволял исследователям делиться своими открытиями с общественностью, и это создавало еще больше недовольства внутри команды. Ситуация усугубилась, когда некоторые члены команды начали выходить в СМИ, делясь своими подозрениями о том, что НАСА намеренно скрывает информацию. Это привлекло внимание не только общественности, но и различных организаций, которые начала вести собственные расследования о деятельности космического агентства. В ответ на это вышестоящие органы начали принимать меры, чтобы снизить накал страстей, запуская внутренние расследования и создавая новые протоколы для работы с полученными данными. Тем временем исследователи продолжали свою работу над расшифровкой загадочных сигналов. Каждый новый фрагмент, полученный из Ориона, давал пищу для размышлений и подливал масло в огонь споров. Некоторые исследователи начали связывать полученные данные с известными астрономическими явлениями, но другие высказывали более смелые теории, предполагая, что это и впрямь может быть попытка общения с далекими цивилизациями. Следующими шагами для команды стали организации дополнительных наблюдений и попытки установить связь с Орионом, используя современные технологии. Для этого они начали разрабатывать новые алгоритмы, которые могли бы помочь в анализе повторяющихся сигналов, и вскоре обратились за помощью к внешним экспертам, чтобы ускорить процесс. Это решение только усугубило недовольство внутри НАСА, поскольку некоторые сотрудники считали, что они должны сами быть в состоянии справиться с этой задачей. С каждым днем напряжение внутри организации продолжало расти. В тот момент, когда исследователи начали получать сигналы, которые потенциально могли бы указать на существование других форм жизни, ситуация стала критической. Команда поняла, что им необходимо принять решение, продолжать работу в рамках государственного секретного проекта или же выйти с данными в открытое общество. Это решение могло изменить не только их карьеры, но и будущее человечества. Каждый новый день приносил новые открытия, но также поднимал и новые вопросы. Какова настоящая природа сигналов с Ориона? Почему правительство так упорно пытается скрыть информацию? Что именно они не говорят? Каждое новое сообщение от Ориона только подогревало интерес и споры, которые уже вышли за рамки лабораторий и начали затрагивать жизнь миллионам людей. Впереди их ждали еще большие открытия, но и больше тайн, которые могли навсегда изменить ход истории. С восстановлением связи со спутником Орион и расшифровкой его сигналов, мир оказался на пороге новых открытий в области космических исследований. Разоблачение секретного проекта НАСА и запуск новых исследований привели к настоящему буму в научном сообществе. Ученые обратили внимание на уникальные данные о далеких планетах, которые, как выяснилось, находились в пределах досягаемости. Целые команды астрономов и астрофизиков начали разрабатывать планы по отправке новых миссий к этим объектам, получив возможность изучать их в деталях. Сигналы, поступающие с Ориона, раскрыли информацию о ранее неизвестных экзопланетах, среди которых находились такие, что намекали на возможность существования жизни. Интерес к этим планетам стал предметом обсуждения в научных кругах, а также в общественных дебатах, где озвучивались идеи о создании новых межпланетных миссий. Вскоре НАСА объявило о планах отправить автоматические аппараты для более детального изучения этих миров, что стало знаковым моментом в истории космических исследований. Исследования, вдохновленные тайнами Ориона, привели к созданию новых технологий, способных облегчить межпланетные путешествия. Инженеры и ученые начали разрабатывать более мощные и эффективные двигатели, которые позволили бы сократить время полета к удаленным объектам. Благодаря этой новой волне интереса к космосу, исследователи стали создавать концепции новых исследовательских аппаратов, способных не только изучать дальние планеты, но и проводить эксперименты с целью получения данных о возможности обитания на них. К тому времени, как новые технологии начали разрабатываться, вниманию общественности стали доступны некоторые из зашифрованных сообщений, полученных с Ориона. Это привело к общественному всплеску интереса к космическим исследованиям. Граждане по всему миру начали задаваться вопросами о том, что на самом деле происходит за пределами Земли. Научные учреждения и университеты стали организовывать конференции, где обсуждали новые данные и их значения для человечества. Тем временем внутри НАСА возникли разногласия о том, как действовать дальше. Некоторые исследователи настаивали на том, чтобы продолжать секретное изучение сигналов и данных, полученных с Ориона, в то время как другие предлагали открыть информацию для общественности. Вскоре начались внутренние дебаты о том, как лучше всего использовать полученные данные и какие шаги предпринимать для обеспечения безопасности и прозрачности. Параллельно с этим возникли новые инициативы по привлечению частных компаний в космические исследования. Рынок начал наполняться стартапами, разрабатывающими инновационные решения для исследований космоса, включая проекты по колонизации других планет. Успехи, достигнутые благодаря данным с Ориона, вдохновили предпринимателей на создание новых космических миссий, которые привели бы к дальнейшему освоению и исследованию Вселенной. Напряжение продолжало нарастать, пока ученые продолжали исследовать загадочные сигналы. Каждый новый шаг в этой области открывал перед ними новые возможности, и они понимали, что находятся на пороге эпохи новых открытий, что люди могут не только мечтать о других мирах, но и в конечном итоге достичь их. С каждым новым проектом и каждой новой миссией человечество приближалось к разгадке тайны Вселенной, и будущее космических исследований обещало быть не только захватывающим, но и полным неожиданных открытий. Продолжение следует...